Так, значит, мы с вами достаточно внимательно посмотрели на гиперболическое линейное отображение и гиперболическую неподвижную точку. Ну, вот теперь я хочу посмотреть на случай произвольного гиперболического множества. Ну, и мы увидим, что, например, вопрос о гладкости устойчивого многообразия удобнее решать, сводя все глобальные задачи. Хотя, по существу, задача локальная, все происходит в окрестности неподвижной точки. Значит, вот давайте кое-что мы знаем про гиперболическое множество из общего курса, но я все-таки напомню. Значит, у меня будет М гладкое замкнутое многообразие. Гладкость. Всегда мы будем считать, что сколько нужно гладкости, столько и есть. С бесконечность, значит, на нем мы фиксируем риммоноуметрику, и риммоноуметрика порождает норму на касательных векторах. Значит, определение, которое я дам, оно будет немножко отличаться от того, что я в лекциях использовал. Значит, я не буду предполагать, что гиперболическое множество компактно. То есть, в большинстве случаев, значит, само по себе многообразие компактно. В большинстве случаев мы будем рассматривать компактное гиперболическое множество. Но в общем определении мы этого не сделаем. Значит, мы рассматриваем подмножество лямбда многообразие. Мы говорим, что оно гиперболическое. Если оно инвариантно, значит, для дифиоморфизма F. Значит, есть ли оно инвариантно относительно дифиоморфизма F. Если существуют такие С больше бы равны единице и лямбда между нулем и единицей, и существуют линейные подпространства ESX, EUX касательного пространства в точке X для любого X с лямбда, такие, что они в прямой сумме дают все касательное пространство. Они инвариантно относительно дифференциала. Дифференциал F в точке X переводит ESX в ES в точке F от X. Ну и то же самое для EU. И, наконец, вот эти стандартные гиперболические оценки. Значит, если я беру V из ESX, то норма значит, применяю дифференциал от F в катой степени. Это не превосходится лямбда К для К, больших либо равных нуля. И если я беру V из EUX, ну и беру дифференциал отрицательной степени, значит, вот такая вещь у нас с вами в общем курсе встречалась. Мы знаем, что, в частности, например, гиперболическая неподвижная точка является гиперболическим множеством. вот. Я введу одно обозначение, значит, TF это касательное отображение, порожденное дифференциалом дифференциалом F, которое устроено так, так, если я беру V, то TF от V это дифференциал Fx, примененный V, ну и понятно, что это вектор из касательного пространства в точке F от X, то есть мне удобно забывать про эту самую точку X, она не так для меня существенна, значит, понятно, что, во-первых, TF N это TF в степени N, ну и на гиперболическом множестве, например, TF V не превосходит там целя TF N V TF К цель ам так норму V для ну и здесь я тоже пропускаю букву X, понятно, что если у меня есть касательный вектор V, то он привязан к точке, значит, если я беру вектор V и рассматриваю проекцию P, значит, проекция, это проекция из касательного расслоения на многообразия, то X равно проекции V тогда и только тогда, когда вылежит. Ну вот, когда вот это так, вот теперь сначала мы посмотрим на такой отдельный случай, на ту ситуацию, когда у нас гиперболическое множество сжимающие, значит, гиперболическое множество лямбда называется сжимающим, если вот это самое неустойчивое подпространство, это 0 для всех X-ов из лямбда. вот оказывается, что сжимающее множество устроено достаточно просто, значит, сжимающее гиперболическое множество это объединение конечного числа притягивающих замкнутых, притягивающих периодических траекторий. значит, давайте я буду обозначать доказательства, я буду обозначать так, какая у меня первая буква лучше BXR замкнутый шар радиуса R с центром в точке X. значит, что я знаю? У меня сжимающее гиперболическое множество, значит, если я возьму такое большое N, что C лямбда в степени N меньше некоторого числа мю меньше единицы, то значит, да, и обозначу через G вот N той степени F, значит, в каждой точке гиперболического множества норма давайте писать одной дифференциала G меньше мю для любого X из лямбда значит, я могу считать, что лямбда компактна вот здесь мы как бы расплачиваемся за мы расплачиваемся за то, что мы не предположили компактность там вот по какой причине значит, если я рассмотрю замыкание лямбда оно будет уже компактно поскольку мы находимся на замкнутом многообразии само многообразие компактно и если я рассмотрю любую точку Y из лямбда с чертой значит, у меня найдется последовательность X K стремящаяся к Y точек лямбда в них будут выполнены вот эти неравенства ну и тогда просто по непрерывности норма дифференциала же от Y будет меньше M не больше M ну и тогда я могу считать значит увеличивая M что для любого X из лямбда существует существует такое положительное R что для любого X из лямбда Левшицева константа G не превосходит мю в шаре радиуса R значит шаре радиуса R у нас этот самый G просто честно сжимает значит почему я могу такое R найти ну понятно что раз лямбда компактна значит у каждой точки я могу найти окрестность я еще раз говорю увеличивая если нужно мю у каждой точки окрестность в которой выполнено вот такое неравенство ну и тогда из этих окрестностей выбрать конечное число и взять соответствующее маленькое R стандартная такая значит теперь заметим что вот в этой ситуации если у меня P периодическая точка F ну а значит тогда это и периодическая точка G которая лежит в лямбда то она изолирована в неблуждающем множестве ну действительно вот у меня есть P вот это самая окрестность радиуса R и G ну и все ее степени естественно сжимают с константой μ меньше единицы поэтому если я возьму какую-то точку то расстояние от образа этой точки ну давайте x G от x будет лежать в шаре радиус которого не превосходит μ вот на это расстояние ну а значит у этой точки есть окрестность такая что любая траектория которая здесь началась она уйдет вот сюда и назад не вернется каждый раз ее расстояние до P будет увеличиваться уменьшаться по крайней мере в мир раз ну а я доказывал в лекциях что точка не блуждающая тогда и только тогда когда есть последовательность точек стремящейся к ней последовательность времен стремящихся к плюс бесконечности таких что те точки снова сюда будут возвращаться значит вот теперь рассмотрим произвольную точку x из лямбда и рассмотрим точку y которая лежит в альфа предельном множестве в g ну у нас альфа предельное множество не пусто потому что многообразие компактно мы знаем что для любой точки альфа предельное множество в компактном случае не пусто более того оно лежит понятно что в лямбда с чертой x лежит в лямбда траектория x лежит в лямбда замыкание лежит в лямбда с чертой что значит что y лежит в альфа предельном множестве значит существует последовательность nk стремящаяся к бесконечности целых чисел натуральных чисел как угодно такая что точке zk g в степени nk x стремятся к игрокам это просто определение альфа определенного множества ну и все это точки моего множества лямбда поскольку x был из лямбда оно инвариантно значит обозначим через mk nk плюс 1 минус mk тогда g в степени mk сжимает ну это можно вот так написать липшицева константа g в степени mk не превосходит мю в степени mk каждая степень g сжимает как минимум в мю раз если вы взяли положительную степень то она у вас сжимает в мю в степени mk значит с другой стороны понятно что каждая zk это g в степени минус mk x это g значит mk так вот тут аккуратно значит минус mk это mk минус m значит минус mk плюс 1 от x а это как раз zk плюс 1 вот теперь давайте посмотрим что происходит что происходит значит у меня все вот эти точки стремятся к игроку значит расстояние zk плюс 1 до zk стремится к нулю приказ стремящимся к бесконечности и если я рассмотрю шары с центром zk радиуса мю в степени mk то радиуса даже вот такого в степени mk на r значит я могу считать что при достаточно больших k радиус этих шаров сколь угодно мал значит у меня найдется вот такое k что если я рассмотрю шар вот эту радиус с центром в точке zk плюс 1 радиуса r значит я могу считать что точка y лежит в этом шаре ну понятно r у нас фиксировано а эти zk и стремятся к y и что шар с центром в точке zk радиуса мю в степени mk r тоже лежит в этом шаре значит вот это у меня zk плюс 1 ну а теперь давайте смотреть что происходит вот если я возьму этот шар и применю к нему g в степени mk вот от этого шара значит z в степени k плюс 1 перейдет в zk это у нас было образ под действием g в степени mk zk плюс 1 это zk и он сожмется в ну как минимум в мю в степени mk раз значит применение каждой степени g будет сжимать в мю он был радиус r значит он значит образ под действием g в степени mk этого шара давайте его просто обозначим будет лежать b ну что у нас получилось у нас получилось отображение которое шар b переводит в себя и сжимает вот во столько раз понятно что там есть неподвижная точка существует точка p равная gm степени k от p лежащую b но у меня так вот значит надо было значит я могу считать что вот здесь нет других неблуждающих точек потому что здесь происходит сжатие а y неблуждающая точка ну p естественно неблуждающая точка но y тоже неблуждающая точка потому что мы знаем что альфа предельное множество состоит из неблуждающих точек значит p это y и мы показали что любая точка альфа предельного множества это периодическая точка причем притягивающая периодическая точка причем притягивающая значит но опять-таки вот это рассуждение показывает что никакая траектория не может стремиться к притягивающей периодической точке когда времена стремятся к минус бесконечности кроме нее самой значит из того что g в степени nk x стремятся к y при nk стремящемся к бесконечности следует что x равен y значит если у вас есть притягивающая периодическая точка к ней никто не может стремиться на минус бесконечности кроме нее самой ну и значит тогда x притягивающая периодическая точка ну и теперь из компактности замыкания лямбда следует что их не более чем конечное число значит понятно что у каждой притягивающей периодической точки есть окрестность в которой других периодических точек нет отсюда окрестность фиксирована радиуса отсюда следует что периодических точек конечное число ну вот это такой как бы предельный случай а для нас все-таки конечно будет интереснее тот случай когда оба подпространства и еу и ех они нетривиально не вырождаются в ноль так же как мы делали для случая просто линейного гиперболического отображения я определю конусы значит я фиксирую число гамма больше нуля и значит обозначу через c гамма так c s видимо да c s гамма от e s x множество векторов из касательного пространства у которых норма в у не превосходит гамма на норму в с значит вот у меня есть точка x у меня есть разложение касательного пространства в прямую сумму вот этих двух ес x и у x я беру произвольный вектор в он раскладывается в с и в у ну и у нас возникает конус ну точно так же определяется конус гамма вокруг неустойчивого пространства ну и вот теперь мы можем охарактеризовать нашу гиперболическую структуру вот эти пространства ес и еу характеризация будет очень похожа вообще здесь все очень похоже на то что происходит в случае неподвижной точки тот случай мы очень внимательно описали а здесь мы все-таки я буду какие-то вещи пропускать потому что они делаются совершенно аналогично так вот если у меня есть лямбда гиперболическое множество значит у меня есть разложение вот это ес еу ну понятно значит ес это объединение по х то тогда я могу охарактеризовать ес в точке х как множество в из касательного пространства таких что т f ну давайте писать n от в ладно стремится к нулю при n стремящемся к бесконечности таких что таких векторов для которых существует положительное число r такое что tfn от v не превосходит r для n больших либо равных нуля и такое что существует гамма обладающие вот каким свойством так вот здесь лучше видимо писать давайте tfnv лежит в конусе раствора гамма вокруг стремится устойчивого многообразия в точке fn от x сколько нужно скобок для n больших либо равных нуля вот это доказывается точно так же как для гиперболической для гиперболического линейного отображения поэтому я только одно включение объясню откуда берется для примера значит опять-таки доказывается что это лежит в этом это лежит в этом е1 е2 е3 а е3 лежит ну например почему е2 лежит в е3 еще то же самое рассуждение предположим что у меня нашелся вектор в из е3 минус е2 это вектор для которого не существует такого гамма ну я возьму например гамма равна единице значит существует такое положительное m что вектор w v t f n v не лежит значит если v у меня был из касательного пространства в точке x значит это не лежит в конусе радиуса единица вокруг устойчивого в точке f а матрикс ну а раз он не лежит в этом конусе значит если я представлю его как w в с плюс дубль w u то w u отлично от нуля то есть если у вас вектор не попал в такой конус у него есть ненулевая неустойчивая компонента но теперь я знаю что нормы tfn w s стремятся к нулю при n стремящемся к бесконечности они экспоненциально убывают а нормы tfn w у стремятся к бесконечности при n стремящемся к бесконечности но отсюда очевидным образом следует что норма tfn w а это норма tf n плюс m от v она стремится к бесконечности при n стремящемся к бесконечности ну понятно это норма не меньше чем разность вот этих двух но это противоречит тому что мы брали v из e2 а в e2 все траектории ограничены значит важное следствие из этой теоремы что гиперболическая структура единственная ну понятно мы определяли гиперболическую структуру так у нас есть прямое разложение в прямую сумму но непонятно может быть там есть другое разложение в прямую сумму но вот это свойство например выделяет уже только одно пространство мы рассмотрим то пространство векторы которого под действием образа векторов под действием положительных степеней стремятся к нулю вот теперь очень важное свойство гиперболической структуры это ее непрерывность значит существует очень много способов определять вот пусть у нас с вами есть какой-то набор линейных подпространств касательного пространства и что значит что этот набор непрерывен в некоторой точке мы определим это вот как значит рассмотрим последовательность точек ну понятно многообразие пусть это будет на некотором множестве лямбда значит рассмотрим последовательность точек из лямбда стремящиеся к x и определим предел приказ стремящимся к бесконечности так лучше xk как множество векторов v из касательного пространства в точке x таких что существуют векторы vk из xk которые стремятся к v при k стремящемся к бесконечности ну понятно что это один из способов определить сходимость вот в грасманном многообразии но даже пока мы не знаем что у них размерности одинаковые просто вот мы определяем предел последовательности линейных подпространств ну и мы говорим что это семейство непрерывно в точке x0 если для любой последовательности xk стремящийся к x0 и таки из лямбда предел xk равен x0 мы с вами знаем что касательное расслоение имеет структуру многообразия если у m многообразие то оно имеет структуру многообразия размерность которого равна удвоенной размерности значит точка касательного расслоения это пара где x из m а v из касательного пространства в m ну я надеюсь что это было у вас в топологии и у нас определена тогда сходимость более того поскольку у меня есть риманова структура у меня определена ортогональность векторов я этим буду пользоваться так вот теорема значит оба семейства ес икс и еу икс непрерывная на лямбда ну давайте не будем вешать лишние индексы я рассмотрю просто точку икс из лямбда и докажу что они непрерывны в ней рассмотрю произвольную точку значит что я должен по определению ну и сначала займемся устойчивыми многообразиями значит рассмотрим последовательность икс к из лямбда стремящуюся к икс и в каждом пространстве ес икс к рассмотрим ортонормированный базис ну пусть его размерность равна с к мы ничего пока не знаем про то что происходит с размерностями значит это в 1 1 в в 1 к в с к значит это номер точки номер базиса а это размерность пространства но поскольку это размерность пространства у нас у нас нуля до n какое-то из чисел встречается в этой последовательности бесконечно много раз ну существует число с от 0 до n такое что с от к равно с бесконечно много раз ну понятно бесконечная последовательность у каждой своя размерность значит перейдем к подпоследовательности вот к такой что все эти размерности равны с ну и давайте чтобы не вешать лишних индексов здесь приходится много раз переходить подпоследовательности я буду считать просто что во всей последовательности с к равно с значит у меня ну вот я смотрю на первый вектор у меня возникает множество векторов в 1 к единичной длины в касательном пространстве и тогда ну вот поскольку я могу считать что мы в малой окрестности точки х и там точки х и там вот есть эти самые координаты из этой последовательности единичных векторов я могу выбрать сходящуюся подпоследовательность значит у меня есть точка х есть точки х которые стремятся и в каждой точке есть единичный вектор я могу выбрать подпоследовательность такую что вот эти стремятся к вектору v1 ну и тогда он естественно будет в касательном пространстве в точке х я сделаю это по каждой координате по каждому опять-таки выбором подпоследовательности я могу считать что все они vk1 vks стремятся v1 vs приказ стремящимся к бесконечности и вот это уже векторы в касательном пространстве в точке х более того ну поскольку норма непрерывно у каждого из них норма единица у этих всех норм были единицы и поскольку эти были попарно ортогональные а скалярное произведение непрерывно эти тоже попарно ортогональные значит мы получаем что это множество единичных ортогональных векторов натянем на них пространство gs это пространство с базисом e v1 vs заметим что любой вектор v для любого вектора v этого пространства gs существуют векторы vk vk xk s такие что vk стремятся к v ну почему значит этот v линейная комбинация c1 c1 v1 плюс cs vs ну раз я взял его в качестве базис пространства ну и тогда понятно что вот такие векторы vk c1 v1 k плюс cs vsk будут стремиться к v теперь я утверждаю что этот v лежит в устойчивом пространстве в точке x ну понятно у меня для каждого вот эти векторы были из устойчивых пространств в точках xk значит они удовлетворяли при n большим либо равном нуля значит t f n vk было меньше либо равно цель ландов степени n но я там не пишу норму v потому что норма vk отхеденится и я здесь при любом фиксированном n могу перейти к пределу приказ стремящимся к бесконечности значит это стремится к норме tfnv и значит все эти векторы лежат в устойчивом ну вот по предыдущей теореме если норма стремится к нулю то значит наше пространство gs это подпространство esx это линейное подпространство esx и его размерность в точности равна s но в нем есть мы взяли ортонормированный базис из-за с векторов и натянули линейное но теперь я могу проделать то же самое с неустойчивым неустойчивым теперь я могу взять в этих точках sk xk взять неустойчивые подпространство значит в них я найду базисы значит ортонормированные базисы в 1 1 в извините где нижняя к в к у где у это размерность m минус s значит у тех размерность была s ну вот здесь были базисы фиксированной размерности s а эти то пространство дополнительные в точках xk значит в них базисы будут ну и точно так же я могу по подпоследовательности считать что вот эти самые е у xk стремятся к линейному пространству же у в е у x и размерность же у это у а теперь давайте смотреть что мы получили мы получили что у меня есть вот эти два дополнительные подпространства я знаю я знаю что е s x прямая сумма с е у x дает касательное пространство в и и мы получили два их подпространства ж с и же у дополнительных размерностей ну тогда понятно что они с ними совпадают значит размерность этого подпространства не больше чему этого размерность этого не больше чему этого в сумме вот эти два дают размерность всего пространства значит тогда вот здесь просто равенство gs это ес x ну отсюда сразу следует что вот это число s, которое повторяется бесконечно много раз это единственное число, которое там может повторяться бесконечно много раз потому что если бы я это, если бы была какая-то еще размерность я бы повторил и получил те же самые равенства, что невозможно более того, значит, опять-таки отсюда следует что вот любой такой процесс если я рассмотрю любую последовательность xk из s из x и буду рассматривать вот эти ортонормированные базисы я получу одни и те же пределы я получу одни и те же пределы так но я стер определение непрерывности ну вот понятно, что тогда если я буду рассматривать любую последовательность векторов vk из там es xk то понятно, к какому вектору она будет сходиться значит, мы получим все векторы и мы доказали непрерывность ну и важное следствие значит, размерность e s от x локально постоянно на лямбда ну и то же самое, конечно, для e и ux то есть в окрестности каждой точки все эти пространства имеют одну и ту же размерность конечно, но здесь нужно иметь в виду, что вообще говоря, гиперболическим множеством будет вот, что вы возьмете седловую неподвижную точку и устойчивую конечно, их объединение будет гиперболическим множеством с разными размерностями, но понятно, что они будут отделены друг от друга локально размерность постоянно так вот теперь нам нужно еще одно понятие чего наилучили не какие-то 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 あれ как 0 магазин так а а и понятие локального подпучка ну или просто под пучок значит пусть у меня есть какое-то подмножество лямбда множество м и есть семейство линейных подпространств по x из лямбда вот это семейство называется под пучком класса ck если существует окрестность лямбда и под пучок размерности м если существует окрестность у из лямбда и м линейно независимых векторных полей в 1 в м на у таких что значит для любой точки x из лямбда в один от x в м от x это базис в 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 вот есть такая логическая теорема я на нее сошлюсь естественно без доказательства что вот мы доказали, что наша гиперболическая структура непрерывно на лямбда. Вот отсюда следует, что каждая из них – это подпучок. Подпучки класса С0. Вот здесь нужно сказать, ну вот это достаточно тонкий факт, я не хочу тратить на это время, что даже если дифиоморфизм аналитический, вот дифиоморфизм F аналитический, и у нас есть его гиперболическое множество, то необязательно они являются подпучками класса С1. То есть на гиперболическом множестве устойчивое и неустойчивое многообразие вообще говоря не гладкие. Они гельдеровы, но это увело бы нас очень далеко, и нам это в общем все-таки не очень нужно, но вот это является очень серьезным препятствием в разных задачах теории гладких динамических систем, что гладкость системы не обеспечивает гладкости гиперболической структуры. Значит, вот такая теорема, которую я опять-таки не буду доказывать, потому что доказательство повторяет то, что у нас было. Я только сформулирую, значит, если у меня лямбда гиперболическое множество, относительно некоторой риммановой метрики. Значит, мы фиксировали какую-то риммановую метрику, она давала нам норму на касательных пространствах, и, значит, и вот эта гиперболическая структура, то существует риммановая метрика, но я ее вот так обозначу с буквой L, ляпуновская, и число Тау от нуля до единицы такие, что Т, Ф, В в соответствующей норме, порожденная этой метрикой, не превосходя, Тау для В из ЕС Т, Ф минус первой, В не превосходит Тау. Значит, есть так сказать, ляпуновская риммановая метрика, я только напишу, как она определяется, а дальше рассуждение ровно такое же, как было в случае гиперболического линейного автоморфизма. Значит, у нас относительно этой самой стандартной риммановой метрики есть неравенство вот относительно С и лямбда мы берем такое Н, чтобы С лямбда в степени Н было меньше единицы и определяем скалярное произведение УВ в этой самой ляпуновской метрике сумма пока от нуля до Н без единицы Т, Ф, К, В Т, Ф, К Ну вот мы там это вычисление проделывали, вы можете его Так, и дальше я буду считать, что мы работаем вот этой самой в ляпуновской метрике. Потому что понятно, что определение гиперболической структуры от метрики не зависит, оно только поменяет С в ваших неравенствах. И вот теперь еще такое техническое средство. это послойное отображение. Что у нас было в случае линейного гиперболического автоморфизма? У нас были вот эти два пространства ЕС и ЕУ. Они, естественно, были фиксированы. Гиперболическое отображение было фиксировано, они были фиксированы. Ну и мы записывали отображение из ЕС в ЕУ. Теперь у нас эта точка не фиксирована. Значит, точка, в которой эти пространства определены, это точка нашего гиперболического множества и мы должны разумным образом с этим бороться. Значит, вот как это происходит. Пусть, ну, опять-таки, F-дефеоморфизм. Лямбда инвариантное множество. Значит, в определении, конечно, никакой гиперболичности. И Е1, Е2 это подпучки на лямбда. Ну, как минимум класса 0. Нам все-таки понадобится, ну, значит, отображение F большое из Е1 в Е2 значит, определение накрывает отображение отображение F. Если ли Пи F это F Пи. я напоминаю, что Пи это проекция из касательного расслоения, которое пару XV отображает в X в первую координату. Ну, а на более таком понятном языке что это значит? Это значит, что если я взял точку X из лямбда V из касательного пространства, то значит, вот здесь у нас получится так, как это хорошо записать. Давайте значит, точка X точка F от X вот здесь E2 от X E1 от X значит, мы берем вектор и вот эта пара отображается вот сюда. значит, F от X V это пара F от X V штрих, где V штрих лежит E2 лежит E2 V мы брали E1 ну, другой термин это послойное отображение значит, слои под пучка E1 отображаются в слой под пучка E1 над точкой X отображается в слой под пучка E2 над точкой F от X ну, и есть ли соответствующая вот эта если оно линейно то мы говорим, что это линейное послойное отображение А если эти пространства одной размерности и оно изоморфизм вот это отображение изоморфизм ну, имеется в виду для всякого X то вот это послойное отображение это послойный изоморфизм соморфизм соморфизм соморфизм